Здарова! Сегодня поговорим об актере Уильям Брэдли Питт. Брэд Питт, короче, он родился 18 декабря 1963 года в Оклахоме, в городе Шоне. Питт вырос в очень религиозной американской семье. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании, занимавшейся грузоперевозками. Мать, Джейн Эдта Хиллхаус, психологом-консультантом в местной школе. Питт рос в Спрингфилде, штат Миссури, вместе со своим братом и сестрой. Именно туда семья переехала после его рождения. В школе Брэд занимался спортом, состоял в музыкальной секции. После школы Уильям поступил в университет Миссури, Колумбия, где изучал журналистику и рекламное дело. После окончания обучения Брэд не пошел работать по специальности, а уехал в Голливуд, чтобы начать актерскую карьеру, где как раз и сменил свое имя на Брэд Питт. Прежде чем к нему пришел актерский успех, Питт проработал перевозчиком мебели, а также зазывал ее в магазин El Polo Loco. Параллельно с этим он посещал актерские курсы. И его карьера полноценно началась в 1987 году, где он сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Нет выхода», «Нейтральная полоса» и «Меньше чем ноль». Дебютировал на телевидении, сыграв в нескольких эпизодах сериалов «Другой мир» и «Проблемы роста». Позже появился в сериале «Даллас». В следующем году сыграл в сериале «Джамп Стрит 21». В 1988 году получил ведущую роль в фильме «Темная сторона солнца». В 1989 в фильме «Счастливо вместе» ему досталась роль второго плана. А в картине «Сокращая класс» он сыграл главную роль. В фильме «Слишком молода, чтобы умереть» Питт сыграл наркомана, который убеждает героиню Джульет Льюис устроиться танцовщицей в ночной клуб. И с этого момента девушка погружается в мир наркотиков, алкоголя и проституции. Также снялся в шести эпизодах сериала «Дни славы». Питт получил роль Дж.А.Д. в фильме «Тельма и Луиза» 1991 года. Его любовная сцена с Джиной Дэвис определила его как новый секс-символ. За этим последовала главная роль в низкобюджетном фильме «Джонни Замша». А в 1993 году он воссоединился с Джульет Льюис в картине «Калифорния», сыграв Эрла Грейса, серийного убийцу и бойфренда героини Льюис. В фильме «Настоящая любовь» Питт сыграл роль Флойда, который лишь смотрит телевизор и курит травку. В 1994 году в карьере Питта наступил подъем. Сначала он сыграл Луи де Пон-Дюлака в фильме «Интервью с вампиром» по одноименной книге «Энн Райс» и получил две премии на MTV Movie Awards 1995 года. Затем он снялся в фильме «Легенды осени» по одноименному роману Джима Харрисона, сыграв Тристана Ладлоу, сына полковника Уильяма Ладлоу. Энтони Хопкин сыграл его. За эту роль Питт был впервые выдвинут на премию «Золотой глобус» в номинации за лучшую мужскую роль. Хотя фильм получил смешанные отзывы, игра Питта была высоко оценена критиками. В 1995 году вместе с Морганом Фрименом, Гвинет Пелтру и Кевином Спейси Брэд Питт снялся в триллере Дэвида Финчера «Семь». Сам актер назвал фильм великим и сказал, что участие в нем помогло ему расширить свои актерские горизонты. Его игру высоко оценили критики, а журнал «Эмпайр» включил его в список 25 самых сексуальных звезд в истории кино. Питт был дважды назван самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих журналом «Пипл», став первым человеком, удостоившимся этого звания более одного раза. После фильма «Семь» Питт согласился сыграть второстепенную роль в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», главную роль в котором исполнил Брюс Уиллис. Фильм получил положительные отзывы критиков, в особенности была отмечена игра Питта. За роль Джеффри Гоэнса актер получил свой первый золотой глобус и номинацию на Оскар. Питт получил главную роль в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк» 1998 года. Он изображал олицетворение смерти, которое вселилось в тело молодого человека, чтобы узнать, каково это быть человеком. Фильм получил смешанные отзывы. В 1999 году Питт сыграл одну из своих самых известных ролей в фильме «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера по мотивам одноименного романа Чака Паланика, где сыграл Тайлера Дёрдена. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 1999 года. Несмотря на смешанные мнения критиков, игру Брэда тепло приняли. Питт встретился с Гаем Ричи и попросил его о роль в следующей картине. Брэд получил роль Микки Цыгана в фильме «Большой куш». Почему Цыгана? Да потому что Брэд не смог сымитировать лондонский акцент. Говорит, очень неразборчиво. Хорошо? Лиета, она очень любит «Голубой связь». Я наступну объясню. В 2001 году Брэд появился в эпизоде сериала «Друзья», в котором играла его жена Дженнифер Энистон. За этот эпизод он был номинирован на Эмми как лучший приглашенный актер в комедийном телесериале. Питт снялся в ремейке одноименного фильма 1960 года «Одиннадцать друзей Оушена», вышедшем на экраны также в 2001 году. Вместе с ним в фильме снимались Джордж Клуни и Мэтт Дэймон. Фильм был тепло встречен критиками и имел внушительный кассовый успех. В 2004 году в прокат вышел фильм с участием Пита «Историческая драма Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где актер сыграл роль Ахиллеса. Он потратил 6 месяцев, чтобы научиться обращаться с мечом. Это был первый фильм, производством которого занималась собственная кинокомпания Пита – «Плен Би Интертеймент». Следующей картиной Пита стал комедийный боевик «Мистер и Миссис Смит» 2005 года, в котором он сыграл вместе со своей будущей спутницей жизни Анджелиной Джоли, с которой он на этих съемках и сблизился. Питт неоднократно появлялся в телевизионных рекламных роликах для Хайнекен, для Хонде Аккори, для Софтбанк и Эдвин Джинс. Вместе с Кейт Бланшетт Питт сыграл в драме Алехандро Гонсалеса «Вавилон». Игра Пита была хорошо оценена. Фильм получил 7 номинаций на премию «Оскар», а сам актер был номинирован на «Золотой глобус». В этом же году компания Пита продюсировала фильм Мартина Скорсезе «Отступники». И хотя сам актер был одним из продюсеров, но «Оскар» за лучший фильм получил только Грэм Кинг. Затем Брэд вернулся к роли Расти Райана в фильме «Тринадцать друзей Оушена». Как и в предыдущей части трилогии, фильм получил кассовый успех. В 2007 году под наименной новелле Рона Хансона вышел фильм «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», где Питт исполнил роль знаменитого американского преступника Джесси Джеймса. Эту картину также продюсировала компания Брэда Пита. За свою роль он получил кубок Вольпи. Следующим проектом актера стала черная комедия «Братьев Коэн» после прочтения «Сжечь» в 2008 году. Игра Пита была названа одной из самых забавных. В этом же году актер сыграл главного героя в фильме «Загадочная история» Бенджамина Баттона, который проживает свою жизнь наоборот. Картина основана на одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фитджиральда. Брэд Питт получил вторую номинацию на премию «Оскар» и четвертую на премию «Золотой глобус». Всего фильм получил 13 номинаций на «Оскар». Затем Питт сыграл охотника на нацистов Альдо Рейна Апачи в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», который был показан на Каннском кинофестивале 2009 года. Фильм стал кассовым хитом, собрав 311 миллионов долларов и также имел благоприятные отзывы. Вместе с Шоном Пеном и Джессикой Честлин актер снялся в фильме Терренса Малека «Древо жизни», получившем золотую пальмовую ветвь. Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в биографической драме «Человек, который изменил все» принесла Питу очередные номинации на премию «Оскар» «Золотой глобус» и «Бафта». Выводы критиков насчет его перевоплощения были единодушно-благосклонными. Некоторые даже называли эту роль лучшей в карьере Пита. В 2013 году он сыграл и выступил продюсером в фильме «Война Мирок Зетт». Этот постапокалиптический боевик был снят по роману Макса Брукса. Картина собрала в прокате 539 миллионов долларов, став одним из самых кассовых фильмов в карьере Брэда Пита. В этом же году он продюсировал историческую драму режиссера Стива МакКуина «12 лет рабства» и снялся в ней в небольшой роли. Большим числом критиков фильм был признан лучшим в году, а Брэд Питт получил премию «Бафта» и свой первый «Оскар» как продюсер фильма. В 2014 году на экраны вышел исторический боевик с участием Брэда Пита «Ярость», повествующий о событиях на Западном фронте в конце Второй мировой войны. В 2018 году вышел фильм «Дэдпул 2», где Питт появился в роли человека-невидимки. За эту роль Брэд получил всего лишь чашку кофе. В 2019 году в российский прокат вышла картина «Власть» – новый продюсерский проект Пита. Фильм имел все шансы получить несколько премий «Оскар», однако получил награду лишь за лучший грим. Питт снялся в роли Клиффа Бута, каскадера с Леонардо Ди Каприо в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», посвященному убийствам семьи Мэнсона Шэрон Тейт и ее гостей. За свою роль в фильме он получил награды «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта», «Премию гильдии киноактеров США» и «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль второго плана. Это первый «Оскар» Брэда Пита, который он получил за актерскую работу. А ты умеешь обламывать? Мастер. Да. Я не слишком молода, чтобы трахаться, но ты слишком стар, чтобы трахнуть меня. Я слишком стар, чтобы садиться за совращение. Я всю свою жизнь на волосок от тюрьмы. Если сяду, то не из-за тебя. На съемках триллера 7 в 1995 году Брэд сошелся с Гвинет Пелтру, которая играла его жену. После этого у них завязался продолжительный роман. Однако, когда уже стали поговорить о грядущей свадьбе возлюбленных, они совершенно неожиданно заявили о разрыве отношений. Это было в июне 1997 года. Все прошло без скандала, без обвинений в адрес друг друга и без каких-либо объяснений причины расставания. 29 июля 2000 года Пит женился на актрисе Дженнифер Энистон. Хотя спустя 5 лет они расстались. Еще до оформления развода у Питта начались отношения с его партнершей по фильму мистер и миссис Смит Анджелиной Джоли. После долгих опровержений 11 января 2006 года пара подтвердила свои отношения, заявив, что Джоли ждет ребенка от Питта. 27 мая 2006 года в Намибии у пары родилась дочь. А 12 июля 2008 года во Франции двойня – мальчик и девочка. Брэд усыновил всех приемных детей Анджелины, у них шестеро детей. 23 августа 2014 года Питт и Джоли поженились во Франции, принадлежащем им замке Мариваль. Стало известно, что пара заключила жесткий брачный контракт, в котором было прописано. В случае измены Питта жене он лишается права совместной отпеки над детьми. В 2013 году в интервью журналу Esquire Брэд рассказал, что страдает легкой формой болезни прозапогнозии. Если по-простому, это когда человек плохо различает лица других людей. 19 сентября 2016 года супруга Питта Анджелина Джоли подала на развод, обусловив это тем, что у них были разногласия в воспитании детей, а также им мешала в жизни алкогольная зависимость Брэда Питта. 12 апреля 2019 года брак был расторгнут по решению суда. В начале 2022 года Питт подал в суд на свою бывшую жену, обвинив ее в том, что та продала свою долю Шато Мариваль, вместе с принадлежащей ей половиной расположенного на территории поместья Шато, без всякого согласования с совладельцем. По словам адвоката, решение Джоли продать свою долю в предприятии было отчасти связано с тем, что ей становилось все более некомфортно владеть бизнесом по производству алкоголя, учитывая такое влияние на ее семью оказало злоупотребление Питта спиртным. Сама Джоли также подала в суд на своего бывшего мужа Брэда, обвинив его в домашнем насилии. Согласно документам, речь идет об инциденте в сентябре 2016 года, когда звездная пара с детьми летела из Франции в ЛА на частном самолете. По словам актрисы, в ходе начавшегося конфликта Питт ударил одного из детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в туалетную комнату, схватил за голову и начал трясти. Она также заявила, что Питт облил ее и ее детей алкоголем. Сам актер все эти обвинения отрицает. ФБР уже расследовала инцидент в самолете, все в том же 2016 году, вскоре после приземления. Но обвинения против Питта следователи решили не выдвигать. Тогда Джоли подала на развод, все в том же сентябре 2016 года, вскоре после поездки. Впрочем, тогда об инциденте на борту актриса умолчала, назвав причиной развода непримиримые разногласия с мужем, но не вдаваясь в детали. В 2022 году вышел фильм с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом в главной роли «Затерянный город». Питт появился в фильме в эпизодической роли бывшего морпеха. 5 августа вышел фильм «Быстрее пули», где Питт исполнил главную роль. Также в фильме снялась Сандра Буллок. Пятеро наемных убийц оказываются в одном сверхскоростном экспрессе. Они узнают, что их миссии связаны. Насчет личной жизни актера сейчас все. остается в тайне. В большом интервью изданию GQ на вопрос о том, что будет дальше с его карьерой и какие фильмы планирует выпускать, Брэд признался, что планирует завершать свою творческую карьеру. На этом видео про Брэда Питта подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok